Почему живут в условиях коммунальной разрухи, а платят больше всех? Жители дома по улице Герцена уже много лет не могут добиться от управляющей компании нормального содержания жилфонда. Чем недовольны первоуральцы и кто сможет помочь, выяснила наша съемочная группа. Вот смотрите, вот какие стены у нас здесь. То ли фильм ужасов, то ли военные годы. По этим коридорам Галина Фролова ходит только с фонариком. Это все бомжи сожгли, потому что им же надо здесь. Они живут здесь зимой. Подвальное помещение многоквартирного дома так и осталось бы пристанищем бомжей, если бы не одно «но». Это здание – бывшее общежитие. Люди живут в комнатах, где не предусмотрена душевая. Получается, что помыться можно только здесь. Вот это называют душевые. Помывочное помещение с понятием чистота не ассоциируется, но выбора, по словам жильцов, у них нет. Когда вот эта канализация прорывается вот здесь, здесь вот так вот все, вплоть до презервативов здесь это выливается. И вот это все, вот они своими руками все это дело выгребают ради того, чтобы помыть своих собственных детишек маленьких. Потому что больше мыться негде. Деньги, которые они платят за коммуналку, утекают в трубу, считают жители дома. Прохудившиеся коммуникации, стены и потолки в аварийном состоянии. В коридоре паутины из проводов. А само помещение освещает всего одна лампочка. Впрочем, получая счет за электроэнергию, Светлана Сарапятова понимает – мал золотник, да дорог. Вот за эту лампочку я плачу СОИ 400 рублей за коридор, за весь. Со своими проблемами, которые не решаются годами, жители дома пришли на прием к руководителю региональной энергетической комиссии. Мы хотим все-таки, чтобы кто-то хоть один раз разобрался, в каких условиях идиотских мы живем. Люди не могут помыться. Мы платим, вот вы представьте, мы платим, значит, за воду. Мало того, что по нормам, которые есть, мы платим общедомовую. И мы не знаем, подключены, есть ли у них счетчики на воду у всех магазинов. Весь дом магазинов. Имеют ли они счетчики на воду, на электроэнергию, на все на свете. В случае, если управляющая компания не выйдет на конструктивный диалог с жителями, они готовы пойти дальше – обратиться в жилищную инспекцию и в прокуратуру. Таисия Пономарева, Дамир Харисов, Служба народных новостей.